Субтитры делал DimaTorzok Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. В самом начале я хочу сделать и большое объявление с этого выпуска. За визуальную и аудио составляющую часть нашего блога будет отвечать Естай. Естай, да и какой он знак. Мы все вместе с вами посмотрим, что у нас из этого получится. Прошло уже 5 лет после того, как я открыл продакшн студию и стал заниматься производством телевизионного контента. А до этого я занимался еще разными видами деятельности. Я работал в банке, я открывал салоны красоты, я долгое время торговал на себе продуктами. В молодости я торговал обувью из Финляндии, после этого занимался овощами. В общем, еще многими видами деятельности. Поэтому я, наверное, скорее больше не сценарист и не продюсер, а больше предприниматель. И вот как предприниматель в этом выпуске я расскажу вам о плюсах и минусах продакшн студии как бизнеса. Плюс номер один. Это небольшой первоначальный капитал. То есть для того, чтобы открыть продакшн студию, вам не нужны какие-то значительные вливания. Вам нужно зарегистрировать компанию, в принципе, компания у вас уже готова. Например, чтобы открыть ресторан, даже если вы его не покупаете, вам нужно все-таки вложиться в большой ремонт, в оборудованию, в кухню, открывать завод, нужно купить завод, оборудование и так далее. То есть здесь, чтобы начать, вам не нужны какие-то существенные финансовые ресурсы. Но справедливости ради, надо, конечно, сказать, что бывает так, что в процессе, в некоторых крупных проектах, вам нужно, чтобы у вас был доступ к финансовым ресурсам, потому что иногда приходится участвовать в финансировании, ну или, по крайней мере, частичном финансировании проектов, которые вы делаете. А так, в принципе, для того, чтобы начать, вам не нужны какие-то большие деньги. Второй плюс – это то, что в случае успеха вы можете увеличиваться в разы. У вас нет лимита на увеличение, на развитие. Что я имею в виду? Например, у ресторана 100 посадочных мест, и он может обслужить, не знаю, максимум 3000 человек. Завод может выпустить 10 тысяч единиц, но не больше, да, и продать их. Но если вы успешны, как продакшн студия, вы можете расти многократно. То есть сегодня вы делали проект, например, за миллион тенге, завтра вы делаете проект на 100 миллионов тенге, за 500 миллионов тенге. То есть нету лимита как такового. Вот это, я считаю, большой плюс. Третий плюс продакшн студии как бизнеса – это то, что вы занимаетесь разнообразными задачами, разнообразными проектами. То есть в этом бизнесе вы занимаетесь разными проектами. Обычно один проект не похож на другой. В разном жанре это, может быть, сериалы, какие-то программы, познавательные программы, развлекательные. Кроме этого, внутри этих проектов обычно тоже, они каждый по-своему интересен. Очень многие в бизнесе, ну, там, сетуют на рутину, то, что это какие-то процессы, которые за дня в день. Здесь это не так. Здесь каждый день происходит что-то. У вас и проблемы разные, и задачи разные. И проекты все обычно не похожи друг на друга. Теперь поговорим о минусах. Как это обычно бывает, минусы – это обратная сторона плюсов. Первый минус. Так как у нас был плюс о том, что не нужно первоначального капитала, то минус – это то, что в вашей компании нет капитализации. То есть вы не можете работать на капитализацию вашей компании. Даже если вы инвестируете, например, в технику, в съемочное оборудование, какие-то павильоны, это не увеличивает стоимость вашей компании. Мало того, вот эти потраченные деньги, вложенные в эти активы, они только амортизируются. То есть если вы развиваете компанию, хотите развивать продакшн-студию, то она на начальном этапе стоит там, ну, почти ничего не стоит. Ну, и через какое-то время она тоже стоит очень мало. Возможно, есть какое-то имя, но вопрос, во сколько можно оценить имя в таком B2B бизнесе. Но нужно уточнить, что в других странах продакшн-студии капитализируются за счет другого. Они капитализируются за счет контрактов с основными креаторами и библиотеки прав. Но в Казахстане такой практики нет, поэтому капитализации у вашей компании не будет. Вторым большим минусом является то, что очень трудно выстроить бизнес-процессы и выстроить какую-то длинную долгосрочную стратегию. Потому что каждый год продюсеры из продакшн-студии не знают, что будут делать в этом году. То есть не знают, сколько именно проектов будет у них. Может быть, мало, может быть, много, может быть, ни одного, может быть, они все будут в один период времени. Поэтому налаживать, выстраивать эту работу, чтобы совершенствовать ее. Также выстраивать стратегию какую-то, в которую можно вкладывать и усилия, и время, и деньги, долгосрочную стратегию. То есть нету реальной ситуации, когда мы можем это все спрогнозировать. Третий минус. В современном бизнесе очень важный фактор успеха в бизнесе является команда. И вот в нашем бизнесе очень трудно сформировать, даже не то, чтобы сформировать, а очень трудно сделать так, чтобы можно было нормально развивать команду. Это, опять-таки, связано с разнообразием деятельности. В Казахстане продакшн-студии вынуждены заниматься как бы всеми проектами, это там и развлекательными шоу, и сериалами, и так далее. И в этом году я делаю длинный сериал-мелодраму. И логично было бы, если бы у меня была своя команда сценаристов, которые бы написали этот сериал, и которые мы бы развивали дальше. Но я не знаю, какой проект я буду снимать в следующем году. Возможно, в следующем году я буду опять снимать ситком. А сценаристы ситкома – это совершенно другие люди. То есть мне нет смысла сейчас вкладываться в формирование, в развитие такой команды. Поэтому мы собираем только административную команду. То есть людей, которые постоянно из проект в проект, выполняют какие-то задачи, которые не зависят от того, какой сериал мы снимаем, какую программу, в каком жанре и так далее. Вот невозможность выстроить и развивать команду в этом бизнесе – это является большим минусом. Ну и напоследок, отдельно я хотел бы сказать о том, что в Казахстане на самом деле продакшн-студия – это, наверное, больше не бизнес, а больше ремесленничество. То есть это бизнес, который обслуживает основного человека, основного ремесленника, который делает все своими руками. Что я имею в виду? То есть в Казахстане очень трудно представить себе студию, директор которой не был бы продюсером. Ну то есть он не разбирался бы, например, в самом телевидении, он бы там был администратором, а все остальные у него были наняты продюсеры, они работали. Ну такого практически невозможно. Скорее всего, директор студии – это продюсер. И чем более продюсер успешен творчески, в креативе, в организации и в бизнесе, тем, в принципе, успешней эта компания. А если не будет этого человека, как мы уже говорили, в продакшн-студии нет капитализации, если у нее нет, ну, по сути, нету больше ничего. Успех этой студии равно успех руководителя этой компании. В идеале, конечно, можно собирать этот бизнес как бизнес адвокатов, когда они собираются вместе, много, много партнеров, которые каждый из себя что-то представляет, ну и они объединяются в какую-то компанию. Но пока таких примеров не очень много. Это были три плюса и три минуса продакшн-студии как бизнеса. Естественно, это мое субъективное мнение. В следующем выпуске мы сестаем, расскажем вам, покажем вам один день из жизни телевизионного продюсера. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...